Дорогие люди, всем огромнейший привет! В этом видео я хочу с вами поговорить про безопасность детей на примере практики трёх кругов. Это достаточно распространённая практика, я уверена, что многие из вас о ней слышали. Если вы слышали, то у вас есть возможность обновить эту информацию, плюс я вам расскажу, как я её применяю на себе, потому что у нас четыре круга, у нас не три круга, об этом будет как раз подробнее видео. Если вы ни разу не слышали про эту практику, то у вас есть превосходная возможность произвести это с ребёнком, принять для себя эту информацию, понять, насколько она важна и непосредственно сделать. Итак, что это за практика и со скольки лет мы можем её делать? Практика трёх кругов помогает ребёнку, и, кстати, я её тоже советую делать и взрослым, объясню почему, помогает ребёнку и в том числе взрослому разделить своё окружение на круги приближённости. То есть у нас есть близкие люди, у нас есть хорошо знакомые, и у нас есть посторонние. И очень важно чётко разграничить своё окружение на вот такие категории. Почему? Потому что у каждой из этой категории свои определённые есть роли, права, полномочия, дозволенности и так далее. И вот это важно с ребёнком обсуждать. Мы с вами обсудим, естественно, для чего и почему это важно делать. Но сначала я расскажу про практику непосредственно, потом расскажу, как я её изменила для себя, и потом мы ещё поговорим про значение. Итак, что это за практика? Вы садитесь с ребёнком. Ребёнку должно быть не меньше трёх лет. От трёх и прям вот лет до десяти, до двенадцати важно делать эту технику регулярно. Её нужно делать минимум раз в год, в идеале раз в полгода. Это не та практика, не та техника, которую вы один раз сделали и забыли. Потому что с каждым разом, во-первых, у вас будут меняться, добавляться люди, убавляться, перемещаться из одного круга в другой. Это первый момент. Во-вторых, для того, чтобы информация на самом деле улеглась, её нужно прожить, её нужно несколько раз проговаривать. Итак, у нас с вами есть зелёный круг людей. Это самые наши с вами близкие люди. В близком круге не может быть много людей понаписанных и понапиханных. Что вы делаете? Вы садитесь с ребёнком и говорите, вот у тебя есть зелёный круг общения. Кто сюда входит? Зелёный круг. Мама, папа, возможно бабушка, если она вхожа в ваш дом на регулярной основе. Тётя, дядя, крёстные родители. То есть это непосредственно люди близкие, самые близкие. Не пишите сюда всех своих родственников. Это очень важно и самому понимать, что родственность не обозначает близость. Вы пишите сюда людей, которые реально близки. Это может быть только мама и папа. Это может быть ещё кто-то из родственников. Это не может быть няня. Няня не может быть в кругу близких людей. Сколько бы лет она у вас не проработала. Няня будет у нас в жёлтом круге. Хорошо знакома. Итак, близкие люди непосредственно. Мама, папа, бабушка. На примере моей семьи. У нас это мама. Папа, мой муж. У нас это бабушка, это моя мама. У нас это тётя, это моя родная сестра. И две Толиной сестрёнки. У нас ещё есть родственники. Но мы не настолько часто общаемся. Даже непосредственно родственники, которые живут с нами в одном районе. Но мы не настолько близко общаемся для того, чтобы они были записаны в зелёный круг для моего ребёнка. Итак, зелёные родственники. И мы обговариваем, что можно делать с зелёным. Какие решения могут принимать зелёные по отношению к тебе. Какие действия могут совершать зелёные. Зелёные что могут? Например, могут ли зелёные тебя обнимать? Могут ли зелёные тебя целовать? Кто может тебя купать, если ребёнок ещё сам с этим не справляется? Кто может тебе помочь в туалете, например? Кто может помочь тебе переодеться? И вы прописываете, какие действия могут делать зелёные. Разрешить тебе куда-то пойти. Принять решение о том, что ты будешь есть. Принять решение о том, можно ли тебе или нельзя что-то делать. Дать тебе гаджет, не дать тебе гаджет. То есть вы прописываете для себя, для своей семьи, что можно зелёным. Кому можно целовать тебя в губы? Вот у нас это нельзя делать никому. Я объясняю, что поцелуй в губы – это поцелуй с партнёром. Это романтические отношения. Это другой вид отношений. Это не отношения между родственниками. Кто может гладить тебя по попе? Никто из зелёного круга, из жёлтого и красного тебя никто не может гладить по попе. Это романтические отношения. Это твоя девушка, твоя супруга. Тот человек, с которым ты будешь состоять в иного рода взаимоотношениях, может производить действия. Запомните, есть такое правило, об этом очень часто говорят сексологи. Есть такое правило нижнего белья. Оно очень легко и классно объясняется ребёнку. Всё, что мы обычно скрываем под нижним бельём, правило нижнего белья. Всё, что мы обычно скрываем под трусами, под топом, если у вас девочка. Это твоё, только твоё, неприкосновенно. Мы можем сделать исключение, что это может произвести осмотр врач. Но опять же, врач с разрешения зелёного и непосредственно в заведении, в определённом медицинском. Либо у вас дома, с разрешения зелёного. Если просто к тебе кто-то подошёл и сказал, давай поиграем в доктора, я сейчас посмотрю твою пищу или твою попу. Это недопустимо. То есть мы проговариваем вот такие вот моменты. Правило трусов обязательно. Девочки, вот когда мне начинают говорить, у нас в садике это было. Ой, да все там дети показывают письки свои, балуются снимать трусы. Не все. Ребёнок с выстроенными границами, ребёнок, который понимает, что такое личная безопасность, он этим заниматься не будет. И когда моему ребёнку один из мальчиков сказал, сними трусы. Он сказал, ты что, дурак что ли? Почему я должен трусы снимать? Ещё раз мне предложишь, я расскажу воспитательнице. Но ужас был в том, что он рассказал воспитательнице, ну детям же интересно. Это не про интерес. Это про отсутствие адекватного сексуального воспитания в семье, про отсутствие выстраивания границ, про психические нарушения. Это не про интерес. Всё, что прячем под трусами, это только наше личное дело. Мы проговариваем. Кто тебе может помочь? Если мы говорим про ребёнка трёхлетнего возраста, допустимо ещё, что вы можете помочь ему вытереть попу, например, если он это делает ещё не совсем опрятно. Но мы должны понимать, что верхний порог нормы, когда вы можете ребёнку помогать в туалете, это 4 года. Всё. Дальше он это делает самостоятельно. Ваша задача научить. И вот это правило трусов, оно должно быть железобетонное. Всё, что под трусами, под топиком, это неприкосновенно. Вот недавно читала в комментариях, был вопрос, мальчик, когда играет в догонялки, бьёт по попе, шлёпает по попе, типа я тебя догнал. Если вы это увидели, и это касается вашего ребёнка, вы должны подойти и сказать, по попе нет, по плечу, по руке, по спине, по попе нет. И ваш ребёнок, если вы ему объяснили вот это правило трусов, всё, что у тебя под трусами, никто никогда не имеет права трогать, то ваш ребёнок тоже может, уже и должен на это среагировать, сказать, ты что меня по попе-то бьёшь, не трогай мою попу. Всё, это закрытая тема. Так вот, мы обозначаем в зелёном круге, какие действия могут производиться, что допустимо, что недопустимо. Дальше у нас с вами идёт жёлтый круг. С жёлтым кругом, девочки, тоже будьте очень аккуратны, не пишите туда всех подряд. Продавщица из магазина, с которой вы видитесь каждый день, и которая там периодически может чем-то угостить вашего ребёнка, она не может быть в жёлтом круге. Все учителя, все педагоги, тренеры, они не могут быть в жёлтом круге, если это на самом деле не близкий какой-то человек, с которым вы уже можете отпустить ребёнка в спортивный лагерь, с которым ребёнок проводит огромное количество времени. То есть, например, у нас в жёлтом круге из учителей только классная руководительница, не преподаватель по музыке, не тренер, не где-то кто-то там из другой школы, из художественной школы, из какой-то. Это люди красного круга, это посторонние. Это очень важно понимать, что допустимо в жёлтом круге, какие решения могут принимать. Вот моя соседка, у нас есть соседский мальчик, с которым Толя общается, а я общаюсь с его мамой. Я её достаточно хорошо знаю, мы общаемся, мы созваниваемся, мы ходим друг к другу в гости, я могу её записать в жёлтый круг. Любую другую свою соседку, любую другую, не знаю, маму Толиного друга, я не могу записать в жёлтый круг, потому что я не знаю, мы записываем в жёлтый круг людей. А вот у нас есть из соседнего дома тоже мама Толиного друга, которая может меня подстраховать, если я опоздала в школу за ребёнком, если нужно куда-то ребёнка проводить. И мы это проговариваем. Что имеет право сделать жёлтый? Что имеет право сделать тётя Катя, тётя Света, тётя Наташа? Что она может сделать сама, что она может сделать только с разрешения зелёного? Вы прописываете. В жёлтом круге у вас тоже не будет много людей. На что они должны спрашивать разрешение? Могут ли они сами тебя пригласить в гости? Могут ли они сами тебе купить подарок? По какому случаю они могут это сделать? Вы прописываете, проговариваете с ребёнком. Это на самом деле большой труд, который у вас будет отнимать много времени. Вы это не сделаете за 10 минут, просто сев за стол. Но вы будете периодически... Вот вы вспомнили сегодня. Так, сынок, у нас вот эта тётенька, она жёлтая? Жёлтая. Ей вот это можно сделать? Ей можно тебя позвать без моего разрешения, если меня нет рядом? Если я тебе не разрешила? Если ты со мной не созвонился? Когда ребёнок уже будет самостоятельно без вас гулять? Очень важно ещё делить информацию. Тоже мы сейчас об этом с вами поговорим. Что можно обсуждать в каком круге? Что в каком круге обсуждать нельзя? Вы прописываете вот этот вот самый жёлтый круг. Кого вы туда занесёте? Всех ли врачей вы туда занесёте? И зачем? И почему? Насколько они хорошо вам знакомы на самом деле? Потому что, знаете, бывают такие ситуации, что... Ах, какой был хорошенький, положительный дяденька. Со всеми здоровался, помогал коляску поднять, дверь придержать. А потом выясняется, что дяденька под детком. Да? Ну, бывает. Обезопасти себя и ребёнка от этого. И красный круг. Вот в красный круг вы уже тоже можете записать. Они посторонние. Ребёнок должен это отчётливо понимать. Что вот эта тётенька, которая работает на охране, там где-то, и вы с ней здороваетесь. Она не жёлтая, она посторонняя, она красная. И опять вы прописываете исключения, проговариваете исключения. Когда ты можешь к кому за помощью обратиться? Если ты заблудился, если ты потерялся, можно в этот момент подойти к красным? Можно. Но к каким красным? На максимально безопасном красном. Да? Кто же тётенький на охране? Ты можешь подойти и сказать, я потерялся. Ты можешь подойти, обратиться за помощью. Проговариваете это регулярно. И у нас в семье есть ещё белый круг. Это моё вот такое новшество. Это то, что я для себя разработала. И это в большей степени касается информативной, информационной безопасности. Белый круг – это я, муж и сын. Не моя мама, не моя сестра, не мои племяшки, которым я доверяю, которые зелёные, которые близкие. Но у нас есть ещё белый круг. Это то, что обсуждается только внутри семьи. Это все вопросы, касающиеся наших планов. Это все вопросы, касающиеся финансов. Это все вопросы, связанные со здоровьем. Со здоровьем моим, мужа, сына. Мы не обсуждаем. Я не хочу, чтобы мой ребёнок... У нас был просто... Почему у меня появился этот белый круг? Потому что у меня ребёнок сидел, это было два года назад. И он такой, а, папа купил машину за такие-то деньги. Или продал что-то за такие-то деньги. Я так думаю, о-оу, да, эта информация была зелёная у нас. Но нет, она всё-таки не зелёная, она белая. И мы вот создали вот этот белый круг с мужем. И каждый раз, когда мы что-то обсуждаем, если при этом присутствует ребёнок, каждый раз, когда мы какую-то информацию при ребёнке воспроизводим, мы говорим, это белая. Если это белая, то ты не имеешь права об этом говорить ни с бабушкой, ни с сестрёнками. Потому что очень часто детки, им же хочется поболтать. И у них язык бывает как помело. Вот они рассказывают обо всём на свете. Поэтому мы всегда информацию делим по цветам. Мы говорим, ну-ка, окей, это зелёная информация, это белая информация. У нас очень много внутри семьи обсуждается именно белая информация. У меня ребёнок чётко знает. Я прям проговариваю. Так, мы там обсуждали операцию, мы там обсуждали здоровье, мы там обсуждали какую-то поездку, я говорю, это белая. Запомнил? Всё, это белая. Это не обсуждается больше ни с кем. Ты не проговариваешь это ни Полине, ни Саше, ни маме, ни кому. Всё, это белая. Поэтому особенно, девчонки, знаете, когда вы живёте в эпоху несвобод, очень важно, чтобы вы обсуждали какие-то вопросы, даже если вы думаете, что ребёнок не понимает и не слышит. Дети всё слышат и всё понимают. А даже если они не понимают, они могут интерпретировать просто это по-своему. И сказать, а вот родители на кухне говорили, что то-то, то-то. Нет. Родители на кухне, родственники на кухне, это зелёная информация. Пожалуйста, внутри зелёной информации обсуждай. Когда ребёнок становится взрослее, старше, тоже просите его делать эти круги для себя. Делайте их сами для себя. Вы знаете, я иногда встречаю девчонок-взрослых, моих ровесниц, да, девчонок, женщин-взрослых. Вот я её встретила, она красный круг, и я для неё в любом случае красный круг. Ну вот мы пока пять минут с ней перемолвились, да, там пары фраз. Сейчас она мне успела рассказать про геморрой мужа, про то, какой они взяли кредит, под какой процент. И зачем? Зачем? Ты не знаешь меня, по сути дела. Ты не знаешь, что я буду делать с этой информацией. Ты не знаешь, буду ли я тебя потом обсуждать с другими, с твоими близкими и так далее. Зачем ты со мной делишься этой информацией? И вот поэтому вы для себя тоже чётко определяете. У вас тоже должен быть зелёный, жёлтый, красный круг. И язык не должен быть, как помело, особенно в наше время. Вы должны чётко понимать, что и с кем, и когда можно обсудить. Это даже дело не во времени. Это, в принципе, вопрос вашей личной безопасности всегда. Всегда, в любые времена, в любую эпоху. Потому что есть информация, которую должна знать только ваша семья. Есть информация, которую можно обсудить с жёлтым кругом. Есть какая-то абсолютно, не знаю, там пустой трёп, который можно обсудить с красным кругом, пообщаться на какие-то абстрактные темы, не касающиеся вас лично. То же самое с ребёнком. Возьмите для себя эту технику, делайте её периодически, проговаривайте. Не думайте, что если вашему ребёнку 9 лет, и, казалось бы, всё это на поверхности, казалось бы, всё это очевидно. Нет, это не так. Это то, чему мы обучаем свой мозг. Делать разбраничение. Кто может вот эти действия производить? Кто может вот такое решение принять? С кем я могу вот это обсудить? Не забывайте об этом. Не забывайте про это говорить с своими детьми. Я вам очень советую взять ещё вот эту мою, да, изюминку про белый круг. Потому что есть вопросы, есть вещи, которые касаются только непосредственно мама, папа, я. Всё. Поэтому, друзья, кот собрался, ну и я пошла, да. Увидимся с вами в следующем видео. Делайте практику и вкладывайтесь в безопасность ребёнка своим временем и своей энергией.